Всем привет! С вами команда CarpToday и сегодня мы поговорим про Source. Знаменитый Source от Терри Хёрна и от компании Dynamic Bates. Мы посмотрим на всю линейку. Уже сразу видно, что это действительно большая обширная линейка. Рассмотрим, что мы бы рекомендовали приобретать в первую очередь, что во вторую, а что вообще в последнюю можно даже не приобретать. Как вы видите, линейка Source действительно очень обширна. Скажу более, здесь не представлены и 50 процентов всех наименований, которые выпускаются под линейкой Source. Но мы постарались достать много различных вариантов, чтобы вам действительно их показать, рассказать и определиться, что же нужно взять, а что нет. Продукция серии отличается высоким содержанием протеина, а также секретных ингредиентов, которые придают уникальный аромат и очень хорошо распространяются в воде. Стоит также сказать, что у бойлов очень интересная текстура. Это достигнута путем добавления молотой яичной скорлупы. Поэтому, когда вы будете врезать Boil Source, вы всегда будете их узнавать. Boil Source не нуждается в представлении. Это самая продаваемая приманка от компании Dynamic Baits, которая завоевала уже давно свой рынок. Она разработана по собственному рецепту Terry Hearns с добавлением его секретных ингредиентов. Boil Source изготовлен только из естественных компонентов. Сделаны они на основе рыбной муки и птичьего корма. А сейчас давайте пройдемся по всей линейке, посмотрим, что из себя представляют эти бойлы, брактанты, ликвиды, пупапы, как вылезет пачка. Ну и расскажем, что из этого действительно нужно, а что нет. Начнем, конечно же, с бойлов. Бойлы сами идут в интересных таких упаковках. Они все с зиплоком. Очень плотный, качественный полиэтилен. Поэтому хранение бойлов в данных упаковках, оно достаточно хорошее. Вот. Бойлы представлены в следующих диаметрах. 10 миллиметров, 15 миллиметров, 20 миллиметров и 26 миллиметров. Это что касается тонущих бойлов. Также есть отдельная линейка пылящих бойлов, но они есть только в диаметре 18 миллиметров. Основная фасовка идет в килограммовых пачках. Но также есть интересный такой вариант. Он представлен здесь. Это пачка 350 грамм. Они тоже бывают разные диаметры. Она удобна, когда вы едете на какие-то короткие сессии, где вам не нужно много кормить, например, для сталкинга. И тем самым вы можете облегчить свою поклажу. Линейка пупапов представлена также широко, как и линейка тонущих бойлов. Давайте на нее посмотрим. В линейку входит что у нас? Есть 20 миллиметров бойлы, 15-е, 10-е. А также интересные такие бойлы, как Dynamic Pet Source, но они белого цвета. Причем в комплекте идут как в упаковке идут и дамблс, и обычные круглые бойлы. Это очень удобно при монтаже различных вариаций оснастки. В каждой баночке к бойлам идет небольшой тюбик с дипом, с ликвидом, которым можно увлажнить бойлы перед тем, как их использовать, настоять, чтобы еще больше придать ароматику вашим бойлам. В этом году Dynamic Bates выпустил также на рынок новинку. Это бойлы, которые называются Cork Ball. Это тоже поп-апы. Они сделаны отличительной чертой, что они сделаны сами из пробки, а сверху на них идет естественная оболочка уже от бойлов. Эти бойлы отличаются тем, что плавучесть их наиболее высокая. Их можно использовать в каких-то необычных условиях, например, при ловле на зикре. Также в линейке представлены бойлы нейтральной плавучести, которые тоже идут разных диаметров. У нас вот здесь пример такой, это 20 миллиметров. Коротко пробежимся по ликвидам, дипам, которые есть в линейке Source. У нас вот есть на примере два из них. Первый это DIP. Он выпускается в этом году в более меньшей таре. 200 миллилитров всего лишь. Сознан для того, чтобы на нем помачивать насадку в первую очередь. И есть еще также ликвид. Это менее концентрированная жидкость. Ее можно использовать для замачивания стиков при добавлении в стик-микс. А также можно, в принципе, заливать самую любую смесь. Зерновую, с бойлами, чтобы придать еще больший аромат. Тот самый аромат Source от Terry Herne. Линейка пелицев Source тоже очень обширная и широкая. Мы не стали представлять здесь все варианты, которые есть. А существуют, помимо того, что разные диаметры от 2 до 15 миллиметров. Так существуют и разные фасовки. Также, как и в тонущих бойлах, есть упаковки в 350 грамм. Ну а для экстремалов, которые ловят только большую рыбу, есть специальный насадочный пелец 30 миллиметров. Соответственно, если вы хотите поймать действительно крупную рыбу, то этот пелец для вас. Также есть ряд цепучек прикормок, которые тоже представлены в этой линейке. В частности, это, например, ground paint, который можно использовать для добавления сыпухи в ваш сподмикс. А также есть готовые уже стикмиксы, которые можно использовать при изготовлении стиков. Эти смеси, они уже увлажнены, содержат различные компоненты, как молотый коноплю, сами бойлы, колотые молоты, специи. В принципе, очень хорошая штука, которую можно использовать при изготовлении стиков, если вам лень это делать самим. Ну а теперь давайте поговорим, как же в этом обиле различных приманок и насадок выбрать то, что действительно нужно в первую очередь. А в первую очередь мы рекомендовали бы вам приобрести тонущие бойлы диаметре 20 миллиметров. Почему именно 20, а не 10, не 15 или не 18 миллиметров пылящие? Потому что 20 миллиметр это бойлы, которые, в принципе, могут удерживать хорошо рыбу, привлечь ее. Это бойлы, которые будут не по зубам любой мелкой рыбы. И, в принципе, при желании из 20 бойлы можно сделать всегда любую насадку меньшего диаметра, подрезав ее и сделав из нее хоть 10 и хоть 15 миллиметров. Во вторую очередь мы бы рекомендовали приобрести поп-апы, поп-апы Source. Почему именно поп-апы? Потому что с помощью них можно делать уже другие виды оснасток монтажей, с помощью которых также можно успешно ловить карпов. Но есть такой тонкий момент. Лично мы бы рекомендовали в первую очередь приобрести поп-апы вот эти, которые белого цвета. Почему именно белый цвет, а не обычные бойлы такого же цвета, как и вся линейка? Потому что с помощью белого цвета можно действительно уникально выделить как-то вашу насадку на дне. При этом вы не потеряете ту ароматику, которая вам может принести множество поклевок. Также плюсом в этой баночке является то, что вы получаете сразу различные варианты насадок, такие как дамблс и просто обычные круглые бойлы 10 мм. В третью очередь мы вам рекомендовали приобрести определенные жидкие добавки. Это может быть дип или ликвид. С помощью дипа вы сможете придать своей насадке еще больше ароматику. С помощью ликвида вы сможете придать ароматику всей прикормки, вашему стекмиксу или даже в принципе насадке. Это были три основные направления линейки, которые мы бы рекомендовали вам приобрести в первую очередь. В принципе имея такой нехитрый набор уже можно успешно ловить карпов. Например, если у вас есть пять пачек 20-х бойлов, одна ванночка поп-апов, ликвид и дип, вы уже в принципе можете создать богатую прикормочную программу и успешно ловить карпов. Все остальное, что представлено в линейке Source, придаст больше вариативности действий ваших на рыбалке, а также улучшить в принципе в целом прикормочную программу. Например, если у вас есть различные диаметры поп-апов, то вы можете уже экспериментировать с насадкой, отсекая мелкую рыбу. Если вы, например, используете в прикормке тонущие бойлы более большого диаметра, то вы сможете задержать крупную рыбу на точке. Если, например, у вас какой-то осенний период ловли или весенний, вам неохота резать бойлы, когда вода еще холодная, вы можете использовать мелкие бойлы для прикармливания, чтобы рыба не сильно насыщалась, потому что она еще мало активна, и большие приманки для нее могут быть опасны. А с помощью маленьких бойлов можно ее активно привлечь. Как можно использовать, например, еще пылящие бойлы, которые идут в линейке? То есть вы можете приобрести эту пачку, например, и экономно ее расходовать, добавляя их в прикормку только в начале вашего кормления. То есть когда вам нужно максимально быстро привлечь рыбу, эти бойлы будут отлично работать. Они будут растворяться, распространять максимально быстро ароматику и привлекать рыбу. А уже далее вы будете кормить тонущими и удерживать рыбу на точке. Что касается пелеса, то он также широко представлен в линейке Source, как и тонущие бойлы. Как его можно использовать? Крупный диаметр мы давали добавлять прямо в прикормку. Более мелкий диаметр от 2 до 4 мм можно использовать для изготовления стиков. Ну а в качестве основы для этих стиков вы можете использовать готовые стик-миксы от компании Dynamic Bates. То есть хорошим вариантом будет, когда вы сделаете стик, где будет 50% содержание сыпучей при кормке готового стик-микса и 50% пелеса, например, 4 или 6 мм. Ну а если вы перепробовали всю линейку и до сих пор не поймали ни одной крупной рыбы, то рекомендуем вам настоятельно обратить внимание вот на этот вот пелец насадочный 30-мм. Насадив его на крючок, можно прямо на крючок его насаживать, я думаю, вы точно поймаете рыбу своей мечтой. Это был обзор линейки Dynamic Bates Source от команды Carp2day. Подписывайтесь на наш канал, задавайте нам вопросы в комментариях, мы с радостью на них ответим. На ёлки дети кричали, Дед Мороз в воде карпы бастовали, Дайте нам соус, ликвиды и бойлы, дайте нам всё-всё, что придумал для нас Терри Хёрн. На-на-най-на-най-на, Терри Хёрн, на-на-най-на-най-на, и его соус, на-на-най-на-най-на, Дед Мороз, на-на-най-на-най-на, даже клюнул бы на соус.